Здесь виноград начали перерабатывать еще две тысячи лет назад. Сегодня мы с вами побываем в легендарных винных погребах завода Массандры и сами попробуем лучшие вина Крыма. Детки мои, наклонитесь, я вам хочу открыть большой секрет. Кто же выбрал место? Князь. Его назовут отцом качественного русского виноделия. Убрать советский символ! Массандровская коллекция вин – одна из самых больших, богатых и знаменитых коллекций в мире. У нас начинается дегустация вина. Но после того, как оценили аромат, после этого раз и... В данном случае любимое вино супруги Николая II, царицы Александры. На самом деле очень интересно, вы знаете, потрясающее впечатление. Здесь хранится самая древняя бутылка вина в мире, представляете? Только ради этого сюда нужно приехать. Теплый и ласковый Крым. Здесь виноград начали перерабатывать еще две тысячи лет назад. Основоположником виноделия в промышленных масштабах стал легендарный князь Лев Голицын. Именно благодаря ему Российская империя в конце 19-го – начале 20-го века заняла свое прочное место среди лидеров мирового виноделия. И по сей день в Крыму чтят многолетние традиции виноделия. Сегодня мы с вами побываем в легендарных винных погребах завода «Массандры» и сами попробуем лучшие вина Крыма. Ребята, мы приехали на «Массандровский завод вин» на экскурсию, дегустацию. Смотрите, сколько людей. Сейчас времени 7 часов, около 7. Вот столько желающих пройти экскурсию, дегустацию вин. Стоимость входа получается, смотрите, экскурсия стоит 350 рублей и дегустация стоит 400 рублей. Массандровский завод имеет 6 филиалов по всему Крыму. В каждом из них вы можете побывать на экскурсии дегустации. Мы приехали в филиал в Гурзуфе. Актуальное расписание экскурсий и время проведения дегустации лучше уточнять на официальном сайте завода. Добраться до завода «Массандры» можно на автобусе номер 109. Но проще просто доехать на такси. Человек специально с Владивостока прилетел. И что, это далеко, что ли? Далеко, у нас вина нет хорошего. За вином за хорошим привезли. До 2014 года здесь были американцы, австралийцы. Вот это далеко, а не восток соседний. Так, все, вся группа. Уважаемые гости, я рада приезти на территории головного завода государственного унитарного предприятия производства наградного объединения «Массандры». До 1 апреля входили в состав управления делами президента Российской Федерации. Но с 1 апреля нас передали в состав, в подчинение кабинету министров Крыма. Меня зовут Александр Владимирович, фамилия Голубев. Сразу должен честно предупредить, я не профессиональный экскурсовод. И даже не оратор. Мою неровную речь вам придется терпеть ближайшие 50 минут. А те, кто идет на дегустацию, вообще полтора часа. Я вам сочувствую. Но зато я винодел и смогу ответить на ваши вопросы о вине, виноделии и все, что с этим связано. То, за чем мы пришли сюда. Только после экскурсии или после дегустации. Подписывайтесь на наш инстаграм. Там мы делимся самым полезным и интересным из путешествий в режиме онлайн. Так, начинаем нашу экскурсию. Никого не ждем. И как ни странно, первый вопрос хочу я вам задать. А скажите, пожалуйста, как вам пейзаж за пределами завода? Шикарно, шикарно, шикарно. Пробожайте, продолжайте. Бальзам на сердце. Действительно, отдушное спасибо, потому что мне, как крымчанину, как массандронцу, всегда так приятно слышать такое оценку от наших гостей. Но я ведь не просто так спросил. Дело в том, что в том числе красота пейзажа сыграла роль при выборе места для строительства завода. Ну, конечно, сыграли роль и другие факторы. Место для строительства выбирали в конце 19 века. Тогда здесь был как бы географический центр виноградников и винодельных удельных ведомств. Очень условно, очень условно, царских имений. Приготовленные на тех винах молодые вина, виноматериалы, можно было без больших транспортных затрат привозить сюда для закладки на выдержке почков. Кроме того, рядом дорога Ялта-Симферополь. Готовое вино можно было перебрасывать в Симферополь, в железнодорожные станции, и потом по железке под дальним уголкам Российской империи. Рядом Ялтинский морской порт. Водным путем готовое вино можно было отправлять вообще по всему земному шару. Ну и наконец, виноделие требует большого количества... А как вы думаете, чего? Солнца. Отлично, зачет еще? Сахара. Правильно, зачет. Потребители. Потребители, иначе для чего работать? Вы абсолютно правы. Отлично, еще? Я думаю, что они дегустили. У меня такое впечатление, что вся группа связана с виноделем. Вы не хотите, что вы необходимые перечисляете. Но не буду долгодомить, ко всему прочему, виноделие требует большого количества... О, без него никак. Не, ну можно и с фрукта делать. Остап Бендер говорил, что самогон можно делать из всего, даже из табуретки. А вино... Старый винодел, умирая, собрал вокруг себя детей, уже при последнем издыхании. Говорит, детки мои, наклонитесь, я вам хочу открыть большой секрет. Наклонились, он говорит, дети мои, вино можно делать из всего. Даже из винограда. Но не буду томить, виноделие требует, ко всему прочему, большого количества воды. Только не подумайте, не для того, чтобы разбавлять вино, а чтобы поддерживать чистоту бочковой тары и производственных помещений. А здесь, рядом, в ближайшей ложбинке, протекает чистейшая горная речушка. Вот все эти факторы в совокупности сыграли роль при выборе места для строительства. Кто же выбрал место? Князь Лев Сергеевич Голицын. Год 1894. По указу государя-императора Николая II начинается строительство главного винподвала в Массандре. Место строительства завода, с учетом технологических требований хранения и обработки вина, выбрал главный винодел удельных имений Крыма, князь Лев Сергеевич Голицын. И в этом же году было начато, а в конце 1897 года закончена эта монументальная стройка. Подвал принял первые партии вина. Сам же Николай II активно участвовал в производственном процессе, часто посещал подвалы и виноградники. Его любимым вином был портрейн красный Левадия. В голенище его сапог всегда была спрятана маленькая фляга, наполненная этим вином. В 1878 году Голицын строит в новом свете винзавод. Ну, наверное, многие из вас слышали. Завод шампанских вин, новый света. Или шампанское, это пробовали на Новый год по другим поводам. Его дети и сейчас работают. Но для начала он там выпускает, производит не столько шампанское, сколько вина. Вина такого качества, что они вытесняют из магазинов Санкт-Петербурга, Москвы, других российских городов вина знаменитых винопроизводящих стран – Франция, Италия, Испания. Но его вина попадают на рынок Западной Европы и там составляют достойную конкуренцию высококлассным винам. С тех пор, как производственным центром виноделия в Крыму стала Массандра, крымские вина многократно признавались лучшими на всемирных выставках. Сладкие, полусладкие, сухие, игристые. Высокая оценка именно качества шампанского впервые была дана на рубеже 19-го и 20-го веков. Тогда победа крымского вина на всемирной выставке в Париже была неожиданностью прежде всего для французских виноделов. Дегустация тогда проводилась вслепую, и кто производитель шампанского, судьи не знали. Имя лучшего производителя должны были назвать на торжественном вечере. Известный граф Шандон на этом вечере поднял бокал шампанского и произнес фразу, что великолепный напиток, который находится у меня в бокале, это то шампанское, которое могут создать только великие французские виноделы. Однако Лев Сергеевич Голицын не мог не узнать на вкус шампанское, которое было произведено на его заводе. О его дерзком нраве ходили легенды. Поэтому высоких гостей выставки ничуть не удивила речь, с которой он обратился к уважаемому судье. Его приглашают на всемирные конкурсные дегустации, как члену Гури. В спорных случаях на экспертные дегустации. Чуть позже ему дадут другой неофициальный титул. Его назовут отцом качественного русского виноделия. Забавил уважение винодельческому, и не только винодельческому мире, и в 1889 году царь Александр III предлагает Голицыну стать главным виноделом у дельных ведомств Крыма и Кавказа. 17-е и 20-е годы прошлого века, время смут и революций, остались белым пятном в истории Массандры. Все подвалы были искусно замурованы, и вино терпеливо ожидало лучших времен. С окончательным приходом советской власти, производство снова встало на рельсы, и, наконец, в подвалах появились первые посетители. Среди них – Максим Горький. До сих пор на стене подвала находится мемориальная доска с известным высказыванием писателя. Пил и восхищался. Ушел сравнительно трезвый, только по недостатку времени. Из всех вин Горький особое предпочтение отдавал Мадере, впрочем, как и многие известные личности. К примеру, Григорий Распутин, который пил ее в огромных количествах и ласково называл «мадерцей». При Украине из Киева рекомендовали убрать советский символ. Коллектив отказался. Почему мы должны убирать завоеванную награду? Входим в царские ворота. Сегодня в подвалах завода «Массандр» хранится золотая коллекция вин, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как величайшая сокровищница вин по своей многочисленности и уникальности. В годы войны ее эвакуировали из Крыма во внеочередном порядке и пронумерованным бутылкам отдавали предпочтение перед людьми, оборудованием завода и музейными экспонатами. Коллекция пережила несколько сложных исторических периодов и ее удалось сохранить практически полностью до наших дней. Осень 1941 года. Война вплотную подошла к Крыму. По решению правительства о срочной эвакуации массандровских винных запасов создается комиссия, которую возглавляет Микоям. Организован оперативный штаб под руководством первого генерального директора комбината Николая Константиновича Соболева. День и ночь, не зная усталости, работники массандры готовили венок к тяжелому пути, грузили на корабли дуговые бочки, бережно укладывали в трюмы старинные коллекционные бутылки. А когда фашисты ворвались в Крым, в управление массандры поступило распоряжение уничтожить оставшиеся запасы вина. Люди плакали, выполняя это задание. Потоками вино уходило в море. Вода в Ялтинской бухте стала темно-красного цвета, густой и сладкой на вкус. Под постоянными налетами вражеской авиации советские корабли увозили золотые запасы массандры к спасительным берегам. Анапа, Баку, Куйбышев, Новороссийск, Тбилиси. В этих городах в годы эвакуации нашли своевременное пристанище знаменитые крымские вина. 16 апреля 1944 года маршал Советского Союза Кворошилов лично принимает только что освобожденный от фашистов завод массандры. Несмотря на разорение и разруху, крымские виноделы возобновили работу. И уже в 1945 году подвалы принимают новое вино на бутылочную выдержку. Те, кто разбирается в вине, могут увидеть в коллекции вин Массандры действительно уникальный экземпляр, некоторые из которых можно увидеть только в этих подвалах. Часть коллекции доступна для осмотра посетителям винзавода Массандра, но наиболее ценная ее часть обычным туристам не доступна. Массандровская коллекция вин одна из самых больших, богатых и знаменитых коллекций в мире. Начало коллекции связано с именем Голицын. Он с большим вкусом, упорно, не щадя ни сил, ни денег, собирал для своей коллекции все самое лучшее, что находил по всем винным подвалам мира. Кроме того, начиная с 1897 года, в эту коллекцию стали закладывать в небольших количествах все вина, которые выпускала сама Массандра. Самые лучшие партии вина, те партии, которые виноделы наметили еще в процессе выдержки почка, для бутылок в коллекцию. Бутылка закрыта герметично, пробка плюс сургуч, воздух в бутылку не попадает, и в бутылках развивается противоположное окислительное. Восстановительные реакции. Здесь подарки от наших коллекций виноделок. Но винодел, виноделок везет самое лучшее, что сумел сделать в своей жизни. Здесь подарки от главы различных государств. Если я по-фамильному начну перечитать всех сильных мира, кто здесь побывал, мы до утра не уйдем. Просто несколько имен, чтобы у вас оставить память о какой-то свете. Кого привести, например? Когда-то побывал здесь Хоффи Мин, руководитель коммунистического Иернама. Сталин, Патара. Наш вручок. Собственно, генеральная секретарь ЦК КПСС все побывали. Кроме одного. Как вы думаете, кто-то не вековал? Горбачево? Конечно, Горбачево. Он с его отелководными запахами. Постеснялся у нас показаться. У нас начинается дегустация вина. Как пахнет портвейном. Вот я не чувствую запах вина, очень чувствуется запах портвейна. Как дегустируют вину? Бокал специального, абсолютно прозрачного, не цветного стекла, для того, чтобы можно было оценить прозрачность и цвет вина. Обычно бокал наклоняют вот так вот под углом градусов 45 и смотрят на единичный источник света. Когда первые два показателя оценены, делают несколько круговых пивлений бокала с тем, чтобы всколыхнуть вину, чтобы оно омыло стенки бокала, чтобы началось испарение ароматических веществ с поверхности вина и со стенок. Но после того, как оценили аромат, после этого раз и... И вот почему-то многие думают, что надо сделать глоток или вообще освободить бокал от вина. А, ничего подобного. Всего-навсего одну третью часть глоточка набирают на язык и несколько раз прокатывают по языку. Представляете себе такое терпение на дыне, чтобы не пропустить. Для чего это делается? Оказывается, наш язык очень интересно устроен. Его разные участки имеют разную чувствительность к разным вкусовым веществам. Кончик языка более чувствительен к сладкому и соленому, боковые части к кислому, корень языка к горькому. Чтобы наиболее полно оценить вкус вина, надо покатать вино по языку. Кроме того, пока мы гоняем вино на языке, работают вкусовые рецепторы нёба, щёк и обонятельные рецепторы носа. То есть более полно можно оценить вкус вина. Ну и наконец-то после этого вино всё-таки проглатывает. Но на этом декустация не заканчивается. Надо оценить ещё после вкусия. То ощущение, которое возникает после проглатывания вина. Иногда после вкусия раскрывается где-то она, которые не раскрылись по каким-то причинам, пока вино было на языке. Ну и конечно ценится долгое, приятное после вкусия. Оно может быть очень разным. Долгим или коротким. Приятным или очень приятным. По-разному. Кстати, иностранные виноделы-дегустаторы зачастую вино не проглатывают. Берегут своё здоровье. А для того, чтобы оценить после вкусия, получат горло вино, какого-то очень лекарственными растворами, когда горло болит. А потом тьфу, специально поставленный на раствор, так называемую сливную варку. Не будем долго задерживаться на этом достаточно простом образце. И переходим к второму. Тоже сухое вино, но не белое, а красное. И в отличие от первого образца, второй образец, выдержанное вино, два года провело в бочерах. Полное название вина столовая красная алушта. Следующий образец. Я вас поздравляю за дегустацию царской вино. А, вкусно. Царскими мы называем вино, которое любили царит. В данном случае, любимое вино супруги Николая II, царицы Александры, Алис. Я не знаю, носила ли Алиса маленькую серебряную краску с этим вином. Где-нибудь, в подвязочке, за подвязочкой, в чулочке, или прятала в другом месте, в каком-нибудь штавчике. Но факт, что это ее любимое вино. Называется это вино Лакрима Кристи. Название здесь двух слов. Первое слово, Лакрима. Второе, Кристи. Вот кто-то уже с итальянского перевел. Слезы. Кто-то сказал. Или мне показалось. Лакрима Кристи. Лакрима Кристи. Тем не менее, это знали, да? Действительно, Лакрима с итальянского переводится, как слезы, при студию, Христа, Кристи, Христос. Слезы Христа. Лакрима Кристи. Александр Александрович Егоров. Лакрима Кристи. Лакрима Кристи. Они дают цитронные тона, которые не получаются в другом месте, потому что вино – это продукт местности, и один и тот же сорт в разной местности могут давать различные оттенки. Александр Александрович Егоров обратил на эту особенность этого района, выделил его в отдельную зону, и она потом не смешивалась с другими сортами, с другими участками. И так он и назван, мускат белый и красного камня, по месту своего произрастания. Два кубка гран-при были только у этого муската, и больше ни одно вино в Советском Союзе их не получало. Во время всемирного конкурса председатель, следующий английский лорд, попробовав это вино, сказал, господа, нам сейчас подали вино столь высокого качества, что его грешно пробовать сидя. Прошу всех встать. Когда члены комиссии встали, открыли номер этого вина, это был наш мускат белый и красного камня, который тогда получил кубок гран-при. Это вино с триумфом прошло по всем мировым конкурсам, выставкам, и мы его характеризуем всегда на дегустациях самым высоким балом. После дегустации, конечно же, работает магазин. Посмотрите, какая огромная очередь. Просто. Здесь можно купить настоящий вино, портвейн. Все по очень выгодным ценам. Ребята, в общем, мы вышли из дегустации. Покажу, покажу, покажу. Посмотрите на эти довольные лица. И коробки, коробки, коробки. Мы, причем, когда мы шли только на эту экскурсию, мы такие все с коробками, с ящиками. Смеялись с них. Смеялись с них, сами такими же вышли. На самом деле, очень интересно, вы знаете, потрясающее впечатление. Во-первых, у нас попался очень классный экскурсовод, действительно рассказал историю, и он эту историю проживает. Он эмоционально ее рассказывает. И на дегустации было... Сколько там? Девять, да? Девять видов вина. Но, правда, на мой вкус там было только одно вино, белое. А все остальное, наверное, больше мужские вина, потому что красных там два было мерло, и какой-то там сухой. Все остальное они уже больше шли ликерный, портвейный. Но все равно очень вкусно, наверное, потому что на дегустации по нам так видно. На самом деле, обязательно сюда заедьте, потому что это очень интересно. Этот завод, я не буду вам спойлерить, этот завод был основан Голицыным. Лев Голицын. Лев, да, князь Голицын. Здесь хранится самая, я вам уже говорила, здесь хранится самая древняя бутылка вина в мире. Представляете, только ради этого сюда нужно приехать. И огромная коллекция вин в мире. Ну и вообще, в целом, даже если вы не особый любитель вина, послушать про историю и продегустировать. Я не думала, что мне нравятся вот эти все портвейны, но на самом деле классно. Купить на подарки. Здесь очень дешево, у нас в России нет таких, ну, вернее, мы в России, у нас в Владивостоке нет таких цен. Хотя у нас Массандра тоже продается. Все очень вкусно, все можно попробовать. Мы вызвали такси сейчас. Как видите, мы приехали сюда без экскурсии. С нами, да, можно доехать на такси. Если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте свои пальчики вверх. Не забывайте писать свои комментарии. На это нам сегодняшний день будет завершен. И увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok